В этих необычных весах имеется не один, а два рычага, связанные в параллелограмм. К вертикальным звеньям параллелограмма прикреплены площадки для грузов. Груз в 20 граммов выводит эти весы из равновесия. Установим на площадке два одинаковых груза. Они, конечно, уравновесятся. А теперь сдвинем один из грузов на конец площадки. Равновесие не нарушилось, хотя, казалось бы, плечо груза увеличилось почти в два раза. Неужели закон рычага перестал выполняться? Вспомним, почему на обычном рычаге груз на длинном плече перевешивает такой же груз на коротком плече. Когда рычаг наклоняется, груз справа опускается на большее расстояние, чем груз слева поднимается вверх. И за счет этого центр тяжести системы понижается. Но центр тяжести всегда стремится занять наинизшее возможное положение. Поэтому рычаг будет и дальше поворачиваться в эту же сторону. А если мы наклоним параллелограмм наших необычных весов, оба груза пройдут вверх и вниз равные расстояния, центр тяжести останется на прежнем уровне, и поэтому такие весы пребывают в состоянии безразличного равновесия. Сделаем еще один опыт. Прикрепим датчик силы к основанию весов и соединим его нитью с левым звеном параллелограмма. Чтобы при перемещении груза по правой площадке весов не было тряски, будем катать его на тележке. Вес тележки вместе с кружкой равен 6 ньютонам. Потянем за нить, и мы видим, что при удалении груза от оси весов показания датчика практически не меняются. Но ведь создаваемый грузом момент силы становится больше. Почему же уравновешивающая сила остается той же самой? Суммарный вес грузов уравновешивается вертикальными силами, действующими на рычаги со стороны их осей. Разность моментов двух сил, действующих справа и слева, пытается повернуть коромысло весов по часовой стрелке. Но оно подвешено не на одну, а на две оси, и в них возникают равные горизонтальные силы, одна из которых направлена вправо, а другая влево. Так что момент, создаваемый грузами на неравных плечах, полностью компенсируется моментом этих сил. Конструкция весов с параллограммом удобна тем, что их чашки невозможно опрокинуть, а результат взвешивания не зависит от того, в каком месте чашки лежит груз. Весы этой системы придумал и представил в 1669 году на заседании только что созданной Парижской академии наук французский ученый Жиль Персон де Роберваль. Их последующие модификации получили широчайшие распространения на практике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова